Снова в школу. В Екатеринбурге учебный год сегодня начался для 143 тысяч школьников. 17 тысяч сядут за парты впервые. Несмотря на рекордное количество первых классов, мест хватит всем. Ведь в городе открылось сразу несколько новых школ. В их числе и уникальный образовательный центр в поселке Мичуринский, куда дети будут ходить 15 лет. Почему так много? О новых стандартах в обучении Мария Новикова. На учебу ребята сегодня решили забить. В буквальном смысле. Вместо того, чтобы сидеть за партами, гоняют мяч на новом поле. Оно, как, впрочем, и вся школа. Долгожданный подарок жителям Мичуринского. Да еще какой. Это новый формат обучения. Образовательный центр, который объединяет под одной крышей садик младшие и старшие классы. В составе образовательной школы есть дошкольное образовательное учреждение на 150 малышей. И практически некоторые ребята в течение 15 лет могут по этой дорожке ходить вот сюда, в эту школу, получая дошкольное и школьное образование. Тесно разновозрастной детворей здесь не будет. Площадь нового центра аж 200 квадратных метров. Ребята постарше и малыши будут находиться в отдельных блоках. Для дошколя здесь есть современные игровые комнаты, спальни и площадки. Играючи учиться будут и школьники. С помощью интерактивных полов они смогут подняться на Эверест или пройтись по Куликову полю. Следить за здоровьем учеников будут в стоматологическом и прививочном кабинетах. А дать выход энергии можно в четырех спортивных залах. Лампы и баскетбольный щит ударопрочные. Их же оборудовали уникальной системой климат-контроля. В принципе мы можем установить любую температуру. Гимнастика одна температура, баскетбол другая температура. Чтобы ученики и родители не заблудились в хитросплетениях коридоров, в школе появятся специальные указатели. Это такие стойки, которые стоят во всех больших торговых центрах, где можно прийти, посмотреть маршрут, увидеть всю инфраструктуру и не запутаться. Но я думаю к тому времени, когда они зайдут 4 числа в школу, они к концу дня уже будут знать всю школу. Всего за парты и столики. В новом центре нынче сядет больше тысячи ребят. Школьники не могут дождаться понедельника. Вновь мне понравилось то, что там есть специальный шкафчик большой для книг. И там есть тот же шкафчик, где были наши рисунки. С европейским шармом маленьких горожан сегодня встретила и обновленная французская гимназия. Здание на Союзной построили с нуля, вместо прежнего устаревшего. Новая школа буквально напичкана современными технологиями. Здесь есть и мультимедийный класс, и современный кабинет зубного, и многое другое. А местных гимназистов ни с кем не спутать, благодаря единой форме. Это же дисциплинирует, это деловой стиль. Мы очень рады, что в школе есть школьная форма, что никто приходит в чем хочет. Это очень красиво. И за все года, которые Богдан учился в школе, это все равно дисциплинирует. Мы очень довольны, что есть школьная форма. А в 212-й школе уверены, их ребят будут встречать не по одежке, а по уму. В обновленном здании появился уникальный библиотечный информационный комплекс с кникохранилищем и читальным залом. Есть стол для пресс-конференции, для своеобразных круглых столов. Здесь проводятся уроки. Есть места для индивидуальной работы, подготовки детей к проектной деятельности, к исследовательской деятельности, просто посидеть, почитать, отдохнуть. По таким же высоким стандартам вскоре должны быть оснащены все школы Екатеринбурга, говорят городские чиновники. Впрочем, главное богатство местного образования не техника, а педагоги. Не столь важно, где учиться, важно как. Мария Новикова, Юлия Анашкина, Владислав Колупаев. Главные новости Екатеринбурга. Главные новости Екатеринбурга.